Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся как можно хранить мелких паразитических перепончатых крылых насекомых на ватных матрасиках. Этомологический жаргон ватные слои это ватные матрасики которые лежат в таком специальном конверте закрытом и внутри слой ваты. Обязательно сверху кладется этикетка, сначала она подписывается, эти от руки подписаны этикеткой, место сбора растения, дата, кто собрал ориентировочное место, потом насекомые монтируются уже на окончательную этикетку распечатанную на компьютере даже с геоположением на карте. А вот так сейчас посмотрим как хранятся сами насекомые. Хранятся насекомые после сбора обычным энтомологическим сачком методом кошения, например. Здесь разные насекомые от 5, 6, 7 миллиметров до 1 миллиметра и даже менее 1 миллиметра. Пол миллиметра попадаются крохотные насекомые. Но они здесь легко высыхают, хорошо здесь сохраняются, очень аккуратно лежат между ватными ворсинками. Разве что самые мелкие, менее 1 миллиметра, иногда даже западают за ватные ворсинки. Поэтому нужно быть очень осторожным, выбирая их с ватного такого матрасика, говоря на энтомологическом жаргоне. Здесь мы видим насекомых и различных жуков. В правой части кадры жуки-долгоносики и зерновки. Вот жук-горбатка, видим крупного пилетчика по центру. Снова жук-горбатка. Этот конкретный сбор собран 21 мая, как раз время вылета многих насекомых. Зеленая трава, степные склоны, цветущая растительность. 21 мая, все в полном разгаре. Под бинокуляром, уже при увеличении где-то на двоечки, на четверки, можно аккуратно увеличивать насекомых и сортировать их, выбирая кто и кому относится, и выбирать нужную группу. Или пчелиных, как сейчас мы видим, маленькую галектиду в центре кадра. Или двукрылых, или клопиков, или хальцидоидных наездников, или пилетчика, сейчас в центре в кадре пилетчика. Жук-горбатка с правой стороны, вот жуки-горбатки. В правой части появляются браконилия, снова жуки-горбатки. Целые команды над ними. Вот большая группа хальцидоидных наездников, в мелких. При достаточно большом увеличении бинокуляры, можно уже рассмотреть хорошо каждый из насекомых, отсортировать его от других и смонтировать уже затем на картонный треугольник для дальнейшего исследования уже под микроскопом или для фотографирования. Видим муравьи здесь. Потому что такое хранение массовое, конечно, только для общего сбора. А для индивидуального обследования каждого экземпляра нужно его отдельное рассматривание под микроскопом, под бинокуляром. И при монтировке на треугольные картонные уголочки можно будет это сделать. Здесь сложно их крутить, материал для рассматривания под бинокуляром, а на треугольном уголочке уже можно. Если это крупные какие-то пчелины и другие, например, пилетчики, можно даже размочить предварительно и смонтировать на иголочки, на очень тонкие. Жуков монтируют на прямоугольные уголочки, тоже подкалывают. Вот такие разнообразные насекомые попадают просто в результате кошения, они в большой массе здесь аккуратно так раскладываются кисточкой, чтобы они не прилипали друг к другу и аккуратненько подсыхают и очень аккуратно хранятся, поэтому длительное время до полной сортировки по различным группам насекомых для выборки разными специалистами. Так что вот такие насекомые попадаются в процессе сбора энтомологическим или кошением, или при помощи специальной ловушки-турации, которую я показывал на своем канале, где селектируются мелкие насекомые от более крупных. Здесь как раз возможно было тоже селекции, видим сейчас здесь мушки, видим пилетчики. Материал сортируется для энтомологического специального обследования. Хальцидоидные наездники, эволофит с левой стороны, муравьи, вот сейчас муравьи, эвритомида, хальцидоидный наездник, по центру мухи, дрозофилида, галектида, бракониды с левой стороны, цикадка, паучок даже попался. Сейчас здесь муравьев много, снова галектида. Так что вот такие насекомые. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рассмотрим в следующих видео других насекомых, которые попадаются в энтомологических сборах, покажем их более крупным планом, под большим увеличением на бинокуляры или при увеличении на зоме. Подписывайся, ставьте лайки, заходите на страницу в патреоне. Пока-пока, до новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»